всех женщин поздравляю с 8 марта с праздником но я решила да спасибо но я решила не отклоняться от графика нашего потому что мы с вами идем по монеткам которые есть кошельки вирекс и их много и мы едва успеем за этот год разобрать топовые монеты для тех кто меня не знает представлюсь меня зовут пунегова и на я спикер компании вирекс вирекс это очень значимый стартап на рынке криптовалют для новичков он позволяет хранить и приумножать ваши крипто активы и очень хороший проект там хорошая подборка монет сегодня мы рассматриваем с вами блокчейн м и криптовалюту взем так поехали что касается криптовалюты взем сегодня не будет вебинар длительным поскольку праздничный день но я хочу во первых немножко на цифры посмотреть рассказать про саму идею нам а немножко поговорим о консенсусах мы с вами уже разбирали консенсус proof of work proof of stake в этот раз мы будем разбирать proof of importance поговорим о проектах значимых которые уже осуществлены на блокчейне нэм это такие крупные проекты как комса и внедрение кошелька нэм в очень популярный мессенджер и платежную систему вичат и поговорим о перспективах этой монеты для начала посмотрим графики сейчас у меня загрузится немножко чтобы я могла смотреть на цифры значит на сегодняшний день это скрин с coin market cap наша криптовалюта нэм или экзем стоит 0 2 доллара помните был вопрос какую монету покупать я говорю все монеты такие ну на которые мы обращаем внимание которые стоят меньше доллара на них нужно обратить особое внимание такая цена была не всегда был пик цены который практически достиг двух долларов там 167 по моему это было на фоне новости как раз когда в декабре семнадцатого года объявили о внедрении мини приложения нэм к платежной системе вичат сейчас идет коррекция на рынке и вот те кто закупились конечно по маленькой цене ну наверное уже зафиксировали прибыли хочу сказать тем кто купил эту монету на пике цены не переживайте цена подрастет и перегонит эту пиковую цену поэтому просто держите ее в долгосрок что мы наблюдали в семнадцатом году в семнадцатом году был рост монет и bitcoin вырос на 1570 процентов я кстати сама это не высчитывала взяла с открытых источников если есть какие-то ошибки но они возможны но порядок мы все равно с вами видим до семнадцатый год был такой показательный все росло биткоин вырос на 1570 процентов эфириум на 5 681 лайткой на 3 800 она им подскочил на 11 246 процентов каковы же были причины но на самом деле наверное немножко неправильно рассматривать за двенадцатый год только вот этот рост панель потому что на графике мы увидим что очень долгий период был практически с нулевой капитализации и пошел рост цены на фоне новостей поэтому лучше нам взять период двухгодовалый с 15 по 17 год и таким образом мы увидим что рост цены токи на взем был порядка в пять тысяч раз он вырос это не без оснований на данный момент монета занимает я не вижу какое место занимает 13 в коем маркет кэпе но это говорит о том что монета входит в топ в топ 30 в топ 100 до в топ 20 криптовалют это говорит о многом и я не удивлюсь если она поднимется по позициям давайте понаблюдаем еще что мы там видим на графиках сейчас чуть-чуть слайды подзагрузится эмиссия кстати самих токенов значит дополнительного выпуска не будет 9 миллиардов вземов выпущено и ну мне это нравится то есть если мы будем видеть повышение спроса на токен при неизменном предложении то есть это хорошо всегда но здесь идея состоит даже не в волатильности самого токена кзэм а идея в блокчейне и в технологии н.м. вот смотрите второй вот ниже слайдик который показывает нам график мы видим такой как бы два скачка цены вот как раз последний скачок он был перед новым годом как раз когда вышла вот эта вот новость о внедрении мы поговорим об этом позже о том что теперь валютой кзэм можно будет рассчитываться всем пользователям вичат по поводу консенсусов значит мы с вами помним что биткоин работает если если в переводе то есть майнеры это шахтеры они добывают полезные ископаемые да у них есть майнинг и биткоин работает на консенсусе proof of work напомню что это значит это значит что компьютеры решают ресурсоемкую задачу и чем больше вычислительной мощности тем больше вероятность что тот или иной участник сети добудет блок и получит свое вознаграждение но в данном случае в proof of work это получается решение таких бесполезных задач учислительных да и большой риск централизации что касается когда мы рассматривали с вами эфириум блокчейн эфириума там консенсус мы говорили о консенсусе proof of stake там нет понятия майнинга как такового есть понятие форжинг то есть ковка монеты там блоки создаются на основе подтверждения доли владения криптовалютой и получается возможность получить вознаграждение ну за транзакции стейк это proof of stake это как доля владения то есть чем больше у тебя монет но ты их при этом можешь гонять по кругу да и получается тоже риск централизации есть вот в блокчейне нем здесь нет таких понятий есть понятие харвестинг то есть сбор урожая что это значит это в принципе вариация на proof of stake только более доработана NEM работает на консенсусе proof of importance то есть доказательство важности ну как в любой другой криптовалюте чтобы поощрить участвующих участников сети им нужно тоже значит выполнить какую-то задачу в данном случае мы говорим о том что большая вычислительная мощность нам не нужна участник сети может даже со слабым компьютером но владея определенными монетами получать вознаграждение добывая блок но соблюдая определенные условия то есть вы должны иметь как минимум 10 тысяч этих монет а если посчитать на сегодняшний курс это порядка двух тысяч долларов это немного но чем больше у вас монет тем больше вероятность что вы добудете блок но там есть еще один момент что если вы например имеете 10 тысяч монет и вы активный участник сети и другой человек есть который владеет 30 тысячами монет но он не активный участник сети то вероятность добычи блока у вас будет более высокая то есть здесь нужно не только владеть но и быть активным пользователем перечислять монеты и так далее это знаете можно сравнить с тем что например вы можете открыть много-много каких-то технических аккаунтов но у вас будет основной аккаунт который там давно зарегистрирован где там постоянно идут какие-то активность транзакции и вы таким образом подтверждаете свое участие здесь вот proof of impotence это об этом что вы вкладываете в развитие сети и там есть еще один такой момент что если вы владеете более 3 миллионов токенов то вы как бы являетесь супер нодой и вы можете участвовать в голосованиях которые осуществлены на блокчейне NEM это тоже интересная фишка в общем короче майнинга здесь нет здесь есть харвестинг как сбор урожая и в принципе ну точно так же любой человек может стать участником сети в нейме вот мы с вами говорили по Виталька Бутерина про его эфириум там все время поднимается вопрос о безопасности и масштабируемости в нейме такой проблемы нет вообще здесь проблема решена что из себя представляет блокчейн NEM он представляет как бы два блокчейна одновременно публичный и приватный в приватном блокчейне проходят 4000 транзакций даже больше до 5000 возможно эфириум в сто раз меньше и какая проблема эфириума вот вспомните когда вышла вот эта игра с котиками то невозможно было вообще ничего сделать на блокчейне эфириума почему так торопился Виталик Бутеринс с релизом там и разговорами о шардинге потому что нужно было срочно решать эту проблему нужно было разгрузить блокчейн эфириума проблема эфириума такова что она является площадкой для децентрализованных приложений и смарт-контракты находятся внутри блокчейна таким образом они перегружают очень сильно сеть в нейме проблема решена и в принципе здесь такой проблемы нет то есть смарт-контракты они как бы не лежат на блокчейне поэтому транзакции очень быстрые практически моментальные большая скорость обработки транзакций и еще очень интересно интересно решен вопрос с комиссиями если например в биткоине вы большую сумму переводите или поменьше там практически фиксированная получается сумма комиссии там до реализации сегвита была примерно мы говорили с вами 10-13-15 долларов здесь процент одна сотая процента то есть это с 10 тысяч долларов вы платите комиссию 1 доллар довольно хорошее решение то есть мы наблюдаем в нейме на блокчейне скорость перевода 20-25 секунд низкие комиссии также NEM на нем тоже это очень такая сложная технология очень хорошее решение криптографическое и оно позволяет токенизировать различные ценности ну вот скажем так я думала что NEM это японская компания я ошибалась она не японская но в Японии очень много компаний и правительства внедряют бизнесы вот в этот приватный блокчейн NEM для того чтобы токенизировать активы для того чтобы ну вот сейчас мы об этом чуть попозже поговорим что позволяет эта платформа но платформа на самом деле крутая что можно ну что значит токенизировать активы то есть смотрите токенизировать можно вообще все что угодно любую ценность любую собственность можно акции токенизировать можно медицинские данные то есть вписать их в блокчейн и блокчейн NEM позволяет когда вы закладываете что-то собственность в блокчейн то вы не можете дальше ее отправить то есть таким образом сначала появилась идея и рычаг и механизм этой реализации а потом бизнес когда увидел это стали появляться предложения с разных сфер и с госучреждений и машиностроения и рынок лакшери и потому что ну вот как доказать какому-то предприятию что именно он владеет лицензией или какому-то учреждению образовательной лицензии или даже физлицу да что вот вам выдали диплом например какой-то как вы докажете что вы его не купили в переходе вот вы его закладываете вот в этот механизм блокчейна и таким образом там же нельзя изменить да то есть мы доверяем не кому-то доверяем мы доверяем технологии блокчейн получается мы доверяем прошлым событиям в японии активно бизнес внедряется в систему блокчейн и вот забегу чуть-чуть вперед это единственная в мире компания которая написала свой блокчейн два раза с нуля то есть была первая версия а сейчас они написали вторую версию и вот как раз запуск ее доработанной версии катапульта будет релиз в мае восемнадцатого года и это вот вот этот вот катапульт который выйдет даже очень часто сравнивают что нем будет конкурировать с одной стороны с риплом а с другой стороны с эфириумом в каком плане с эфириумом в том плане что он позволяет дать решение для стартапов которые выходят на первые первичный выпуск токенов да которые хотят заложить туда там смарт-контракты и так далее а с риплом по скорости обработки транзакций так да вот я здесь смотрю что я тут написала себе подсказки в основном в японии проект используется но он не японский используется просто у нема есть вот как я сказала приватный блокчейн он реализован для бизнеса то есть любая компания и вот в японии это очень сильно распространено свои активы свой бизнес токенизирует на приватном блокчейне нема но все это вместе и как бы соединено единым общим блокчейном сейчас поговорим поподробнее на эту тему сложно очень я там на картинках вам покажу значит есть такой сайт coindar.org рекомендую всем там зарегистрироваться для того чтобы у вас было много возможностей посмотреть смотрим сейчас новостную ленту что же нам предлагает дорожная карта она еще выйдет в восемнадцатом году но мы уже можем посмотреть некоторые события сегодня 8 марта кстати поздравляю всех наших женщин с праздником сегодня вот встреча в Италии да а я выделила тут чуть чуть покрупнее релиз вот второй версии катапульта пройдет в мае восемнадцатого года этот катапульт он решит очень много проблем это доработанная версия которая позволяет и сейчас посмотрю мне сложно немножко идет задержка изображения я поэтому так останавливаюсь потому что хочется говорить как бы чтобы вы видели картинку да вот я как раз сейчас буду говорить о катапульте сейчас подзагрузится катапульт позволяет очень много это и как платформа для как я сказала стартапов потому что в день выходит 10-15 стартап проектов в основном все они на эфириуме они выпускают токены по формату вот этому кошельку rc20 да но у эфириума есть такая проблема что например нужно во первых программистам знать язык солидите потом у них постоянно проблемы какие-то с тестовыми этими площадками но когда уже например родилась бизнес идеи и заложили смарт-контракт в блокчейн эфириума то там уже изменить ничего невозможно предположим программисты допустили ошибку но все поменять ничего нельзя или изменилась бизнес идеи поменять ничего нельзя здесь мало того что можно будет с выходом катапульта сделать кросс-чейн то есть перенести проекты которые зависли на эфириуме на блокчейн нема это первый момент второй момент можно будет в принципе регулировать подправлять потом там будет реализован как конструктор для новичков даже которые не знают никакие языки или там куча возможностей вообще без знаний языков посмотрим сейчас на этой картинке что нам показывается вот на коиндаре это я сделала расширение да здесь во первых есть выход на веб-сайт и на коинмаркеткэп мы сейчас смотрим об изменении цены смотрим капитализацию капитализация порядка трех миллиардов она возрастала она доходила до шести миллиардов сейчас немножко опустилась значит если сравнивать с риплом рипл конечно тоже у него новостной фон очень перспективный как мы говорили но дело в том что рипл пропускает полторы тысячи транзакций в секунду но скорость повыше в сети рипл десять пятнадцать секунд у нема четыре пять тысяч транзакций в секунду на приватном блокчейне но скорость двадцать двадцать пять секунд вот даже если будет нем внедрен в вичат и будет очень сильно распространен по всему миру ну и предположим очень много людей будет им пользоваться ну хорошо скорость там будет там сорок секунд это все равно допустимо это очень круто как медленно загружается выпуск кошелька нем для вичат а все знают что такое вичат ребят а то я так говорю со знанием дела может быть кто то не знает напишите мне если знаете или если не знаете что это такое я вам подскажу куда смотреть не знаете вичат это очень крупная платежная система и мессенджер и вообще приложение в приложении то есть если вы поедете в китай то там любая бабушка продающие огурцы на рынке у нее распечатан qr-код и прибит куда-нибудь к деревяшке и там все там вообще нет наличных денег там не пользуются наличными у всех стоит смартфоне приложение вичат и все подходят и просто рассчитываются вот так вот по qr-коду телефонами поэтому это очень круто что нем анонсировал внедрение что они сделали вот этот вичат это как ну основной программный продукт а команда нем разработала мини приложение которое позволяет тоже его подгрузить присоединить как бы к вичату а там есть ведь список всех контактов и там можно этот взем будет переправлять там за несколько секунд друг другу рассчитываться очень удобно и это в принципе любые разработчики могут сделать и многие хотели но только у нема это получилось и вот этот скрин который вы сейчас видите на экране он показывает рост курса токена взем и за ваттс первого декабря семнадцатого года когда они анонсировали что он им будет внедрена вичат цена подскочила пикообразно наверх я вам очень рекомендую этот ресурс смотреть за новостной лентой по монетам как ватсап вот смотрите вы мы с вами общаемся мы можем друг у друга спросить ты пользуешься вайбером или ватсапом или telegram а в китае вообще в азии там даже вопроса такого нет там сто процентов населения пользуются вичат потому что это приложение включает все все основные функции это огромная экосистема то есть там все есть и все пользуются потому что очень удобно в этом крутизная и заключается представляете все китайцы сколько их там пользователей они пользуются приложением соответственно если когда не если а когда действительно внедриться вот уже активно этот нэм вичат ну просто все и даже если все китайцы соответственно будут начнут покупать этот нэм представляете что будет с ценой на этом скрине я вам показываю что на коин маркет кэпе зашла во вкладку маркет и вот мы видим 30 36 бирж которые принимают нэм которые залистили нэм ну он видите такая путаница получается блокчейн называется нэм монета внутренняя токен экзем но некоторые биржи листья того все равно во первых как нэм вот во вторых хочу кстати отметить что здесь нет биржи бинанс очень жалко я очень надеюсь что бинанс включит потому что я вот пользуюсь в основном бинансом только и в третьих вы здесь можете посмотреть что на первом месте стоит их биржа за их но представители нем фундейшн говорят что буквально в восемнадцатом году мы будем ждать новостей о том что этот нем будет торговаться на фиат вот если сейчас мы здесь посмотрим то в основном он торгуется за биткоин и эфириум а скоро выйдет биржа они тоже поговорим это стартап который выходит на блокчейне нэм и там можно будет покупать монету за фиат это очень тоже здорово очень очень ждем такой новости то есть восемнадцатый год у нас будет годом новостей почему я еще и тороплюсь говорить о монетах мы не имеем права как бы задерживаться останавливаться я знаю что есть записи многие смотрят записи у нас да поэтому нам нужно идти по монетам особенно обращать внимание вот на такие перспективные немножко поговорим о компании нем фундейшн нем фундейшн это команда которая ставит себе глобальной целью продвигать идею и технология нем она не состоит из какой-то там национальной команды команда разбросана по всему миру представители из японии со штатов из европы из россии основной человек который занимается постсоветским пространством это миша гранин вы можете загуглить и посмотреть он доступен на самом деле ему можно написать и в телеграме у него есть на ю тубе очень такой умный молодой человек он он вообще очень как бы с большим опытом он работал в рудексе развивал там работал с другими проектами и в принципе он как технарь он мог бы и свой блокчейн и свой проект создать но когда он рассказывал о себе он говорит что настолько классная команда настолько открытая что зачем искать лучшее он все свои идеи реализовывает вот на блокчейне нем у него это получается и он как представитель этой команды как раз ищет какие-то очень стоящие очень значимые проекты которые можно было бы осуществить на блокчейне на самом деле он начал с россии до россии украина казахстан с казахстаном сейчас очень интересные договоренности идут и они открыты они ищут людей в команду поэтому все от нас зависит если кто-то хочет выделиться или хочет продвинуться вот команда нем готова принять людей что касается самого вот михаила гранина вот я его заскринила на видео ролика да как он выглядит он интересно очень рассказывает о проекте начал он сотрудничество так скажем он привел крупного интегратора с большой командой в нем а потом выяснилось что в общем то и он там и незаменим стал потому что такого человека который бы занимался так активно поиском серьезных партнеров и не было у нем до этого и его задача не только как бы осваивать это постсоветское пространство потому что он русскоговорящий да и он может донести нормально без искажения эту саму идею они хотят продвигаться в сторону образовательных учреждений вот например что касается казахстана они сейчас заключили очень интересные соглашения меморандумы с назарбаев университет это очень мощная площадка образовательная и они хотят на основе вот этих договоренностей идти дальше по образовательным учреждениям в чем фишка в том что блокчейн нема он как я уже сказала не требует особых знаний языков особых знаний там солидите как в эфириуме то есть программист студент с какими-то хотя бы навыками и знаниями о программах программирование может создать проект на блокчейне нем тем более с выходом сейчас второй версии катапульта это будет делаться вообще за два щелчка там я говорю есть разница вот приватный блокчейн и публичный блокчейн например мы с вами хотим сделать какой-то проект и мы там за несколько кликов выбирая там условия да мы можем его создать выпустить выложите в на веб-сайт наслаждаться тем что люди будут заходить но это уже дальше зависит от маркетинга да и покупать например наши токены это будет делаться очень все просто и вот он неоднократно повторяет что его цель донести эту технологию в массы то есть повышать крипто грамотность это первое и второе такая некая инсайдерская информация казахстан на высоком правительственном уровне заинтересованы в данный момент о сотрудничестве таком чтобы космоснимки помещать на блокчейн нема для того чтобы они могли быть подтвержден как фактами достоверными фактами для суда например чтобы подтвердить такое-то действие в такое-то время ведь мы не доверяем людям мы доверяем технологии если мы что-то загрузили в блокчейн нема то там уже такая технология что подменить данные невозможно и вот они на правительственном уровне будут давать распоряжение судам чтобы принимали суды эти доказательства но это очень большой шаг кроме того госучреждения заинтересованы здесь по многим сферам здесь и вопрос о голосованиях встает да о медицинских данных о опять таки вот я повторюсь образовательных каких-то данных о лицензиях о различных различных таких вещах ну предположим возьмем рынок вот как я говорила там роскоши да например дорогие часы вы вы знаете если смотреть статистику то рынок подделок опережает оригинальный рынок это большая большая проблема для бизнеса поэтому если это было бы распространено да и какие-то сертификаты вкладывались бы в блокчейн и бизнес бы распоряжался бы владел этой технологией то можно было бы доказать что они продают действительно очень дорогие часы и они оригинальные неподдельные то есть бизнесу это очень важно это очень востребовано просто не хватает инфраструктуры и когда мы с вами рассказывали про bitcoin bitcoin он какую функцию вот изначально выполнял и выполняет как платежное средство ну сейчас немножко переходит уже в средства как и цифровое золото да в такой актив хранения эфириум в основном это что это платформа для выхода стартапов то есть предоставляет платформу куда закладываются смарт контракты и так далее все все новые проекты обратите внимание все практически выходят на блокчейне а их выходит 10-15 проектов по статистике в день представляете какой рынок и если нем позволит ну взять на себя часть этих стартапов да потому что не все могут делать свои идеи эти идеи бывают сложные с определенными условиями со сложными методанными мультиподписями не все возможно реализовать на блокчейне эфириум а вот нам как раз это позволяет делать но в версии катапульт дальше поехали и так немножечко я вам уже начала говорить а теперь вот идем по порядку да что такое нем в итоге нем это платформа для разработки в первую очередь то есть когда мы говорим о неме как о блокчейне мы не должны здесь параллелить волатильность самого токена gzm ну или нем как его называют да мы говорим сейчас о платформе где любой бизнес любое госучреждение любой там любой человек с минимальными знаниями о программировании может сделать любой свой блокчейн проект не разрабатывая свой собственный блокчейн собственно да первое не изучая языки типа солидите или другие там я вас крипты ну любые и он может даже не уметь создавать эти смарт-контракты все это сделано из инфраструктуры сделано для этого задача стоит не в росте цене цены на токен gzm а в увеличении количества проектов на платформе если будет увеличиться увеличиваться количество стоящих проектов а этим сейчас фондейшн активно занимается в лице михаила гранина то перспективы будут потрясающие просто время временные рамки мы с вами не знаем может быть это будет через год через два эти потрясающие перспективы но мне кажется я насколько я могу вот их видеть для себя я их вижу когда мы с вами смотрели график мы видели что нем первый блокчейн был написан в четырнадцатом году как это вообще произошло на bitcoin толк один человек сказал давайте создадим очень классную криптовалюту какую-нибудь такую криптовалюту которая опередит все остальные и он собрал вокруг себя фанатов биткоина ну для того чтобы доработать ее понятно изначально они взяли монетку другую но потом в итоге создали стали писать блокчейн не на основе какой-то криптовалюты а с нуля прописали этот блокчейн а на данный момент поняли что существуют недоработки и вот этот катапульт это блокчейн прописанный второй раз заново с говорит о высоком уровне технической подготовки команды в первую очередь дальше когда мы видим вот этот вот график практически прямой да с нулевой капитализации и только потом вот в шестнадцатый немножко год и уже семнадцатый год пошел рост цены на токен почему так произошло первоначально токены были розданы полутора тысячам холдеров и долго была нулевая капитализация и вот когда стали появляться серьезные проекты которые внедрились или вот заявили о том что они будут работать на блокчейне нема вот тогда пошел на на новостных лентах этот рост хочу также сказать что обратите внимание почему еще перспективы потому что проблем с масштабируемостью нет и пропускная способность у нема в десять раз больше чем у биткойна и эфириума вместе взятых работает сам блокчейн по принципу proof of importance то есть мы сказали что это доработанный вариант proof of stake когда не только учитывается сколько операций участникам сети но и проверяет система насколько участник сети приносит пользу насколько он активный игрок и этой функции это не реализовано ни в одном блокчейне и это их особенность и так мы уже сказали что в биткойне мы делаем покупки в эфириуме мы знаем что на основе эфириума выпускаются стартап проекты еще очень сильно эфириум стал популярен из-за вот этой игры там крипто котиков да что же нам предлагает значит во первых уже немножечко сказала о том что проще запускать всего потом крутая очень вещь запускается биржа для всех тех ну то есть на эфириум вот смотрите позволяет запустить проекты но с другой стороны эфириум торгуется практически ну не практически вообще на всех биржах да а нем торгуется тоже но он торгуется на определенные пары так вот сейчас 18 году будет запущена биржа я вам скрины дам чуть чуть позже там они позже идут то есть это тоже стартап проект основанный на блокчейне нем который позволит торговать нем из-за фиат позволит покупать и продавать токены которые проектов которые вышли на блокчейне нем и позволит осуществлять обмен то есть если будет осуществлен вот этот вот кросс чейн переход с блокчейна эфириум на блокчейн м то тоже это можно будет делать на этой площадке да все в одном потом что касается катапульта катапульт не только решает вопросы вот этих мульти подписей ну масштабируемости объединяет вот эти блокчейны приватные публичные как бы в один он решает вопрос безопасности это очень важно сказала да про 4 5 тысяч транзакций в секунду то есть скорость обработки по поводу вот масштабируемости вообще я честно говоря не очень изучила вопрос как работает ну вот не сильно погружалась технические особенности но просто повторю слова вот того же миши гранина о том что он имеет способность масштабироваться до бесконечности но из точки зрения пользовательской он очень удобен потому что когда мы с вами говорили об эфириуме и рассматривали вот в рамках смарт-контракта помните был такой пример когда например мы с вами можем смотреть какой-то матч и поспорить на на то кто выиграет ту или иную игру была бы у нас например возможность да заложить деньги в блокчейн и тот кто ну говорит о том что вот эта команда выигрывает да соответственно смарт-контракт реализован был бы ну и деньги выплачены бы нам были да смарт-контрактом в нашу пользу мы тогда говорили только о такой возможности как в теории а вот нам как раз это позволяет сделать то есть для обычных юзеров для людей которые не знают языки программирования и так у него принцип не языка программирования а таких блоков которые уже созданы написаны и реализованы как мозаика то есть вот в идее катапульт будут внедрены вот эти вот все идеально реализованные вещи такие как есть блоки которые идеально реализуют механизм вот этой вот мульти подписи о чем это говорит вот бизнес есть несколько например там соучредителей кофаундеров да у каждого соучредителя есть право подписи цифровой это же все связано с платежными документами с пересылкой денег и предположим если вы потеряли вашу подпись ну каким то образом если бы мы говорили с вами про блокчейн эфириума там невозможно это остановить ничего изменить невозможно а здесь на нейме получается что остальные участники кофаундеры они могут убрать вас из мульти подписи а потом снова вам дать это разрешение то есть гибкая система мульти подписи это для бизнеса очень важно потом что еще значит мульти подписи вот такие особенности вот доказательства владения ценностью собственностью то есть блокчейн позволяет чтобы вы заложили какую-то собственность туда да а дальше ну как блокирует отправку то есть она заложена единожды и все как факт уже вошло в историю то есть никто не может ничего больше сделать с этим действием это тоже важно для бизнеса потом они в определенном блоке реализовали такой опыта это вопрос связанный с программированием но он у них и решен идеально потом идеальные вот эти вот мозаики для токенизации токенов тоже идеально то есть у них транзакция по сути она вот в этом катапульте будет представлять из себя как мини смарт-контракт с очень многими функциями короче говоря катапульт в новой версии будет позволять решать сложные задачи для бизнеса очень очень простыми способами и не будем сейчас долго на этом останавливаться если что у них есть сайт у них очень много информации все выложено можно все перевести на русский язык и посмотреть с картинками дальше основные события роатмэп на год-два вперед они обещают выложить уже в марте этого года ребята я смотрела может быть я просмотрела да но я не видела пока но очень-очень ждем вот этот роатмэп но основное хочу как бы тоже блоками на что мы обращаем внимание значит первая фишка что возможно будет вот этим оси у проектом на эфириуме перескочить на блокчейн м потом мы например с вами вот по такому примеру хотим создать какой-то проект как это будет реализовано ну я даже расписала порядок действий потому что на самом деле это классно это 15 минут и мы с вами можем собирать собственно деньги на какую-то нашу идею например мы хотим выпустить токен мы его как-то называем да мы что делаем берем кусочек кода и выкладываем на веб-сервер дальше мы выбираем кликами условия этой мульти подписи например мы с вами кофаундеры есть у нас еще какие-то адвайзеры которые там позволят нам переслать деньги ну то есть они адвайзеры следят за тем чтобы раньше времени никто ничего не переслал да но соблюдаются условия короче говоря выбираются эти условия тоже кликами галочками выбирается namespace так называемые это как доменное имя для токена мы с вами определяем размеры миссии сколько мы там хотим этих токенов выпустить всего или может быть у нас будет до выпуска этих токенов тоже все кликами щелкаем определяем ну вообще правило там все это как конструктор да и размещаем этот наш проект у нас дизайнеры маркетологи поработали и люди начинают заходить на нашу с вами страничку у нас там есть адрес куда предположим валюты экзем пользователи перечисляют экземы и покупают токены нашего проекта и дальше ждут когда наш токен который за мы залистим на бирже будет котироваться и так далее так далее ну короче говоря это здорово на самом деле это можно будет вот решить как раз на приватном блокчейне потому что помните что приватный блокчейн он сейчас работает и создан для текущего бизнеса пользуется этим в японии фирмой и финансовые учреждения это у них очень очень распространено но сейчас вот про эту схему это мы говорим про публичный блокчейн нема дальше сейчас мы с вами поговорим о крупных проектах которые вот такие значимые проекты которые не просто так а вот действительно масштабного плана связано еще и с государственным участием которые будут выходить вот буквально мы это будем наблюдать в восемнадцатом году ну а так же чуть чуть еще раз перекручимся на вичат значит самое наверное крупное айсио в мире ну я по крайней мере статистику такую увидела я не нашла крупнее и масштабнее зайдите на сайт комса . и о и посмотрите сколько миллионов долларов собрала это айсио это реально очень крутое айсио которая запущена на блокчейне нем и с выходом которого ну действительно как бы и токены самого кзема сразу стали расти да что она позволяет вот здесь есть картинка если она мало то зайдите на сайт лучше по изучайте этот вопрос фишка вот в чем значит нужно понимать что есть стартапы которые имеют красивую идею и выходят с нуля на рынок да и выпускают токена это как первичное размещение монет а есть ведь компании которые к ним есть определенное доверие акции или токенов токены например которых уже торгуются на рынке которые имеют например крупных инвесторов или очень серьезных партнеров таких как я не знаю там тесла или не знаю какие-нибудь крупные концерны и вот комса она как раз под регулированием регуляторов японии это будет такая площадка даже не для не столько для айсио сколько для краудфандинга как как дополнительного привлечения средств в развитие бизнес и что делают японцы тем самым рынок асио по статистике мы с вами знаем он самый высокодоходный да показал но там очень очень много скам проектов и получается доверие к этому рынку подорвано так вот эта площадка крупнейшая которая будет находиться под регулированием определенного института в японии она создаст сначала для японии а потом распространит по другим значит регионам идею чтобы было доверие к и все и там может быть бешеных иксов и не будет да но там будут участвовать только такие проекты вот которые если туда попадут вот мы с вами будем мониторить да какие проекты попали на на вот эту площадку комса и вот те проекты которые туда попадут сто процентов это не скам сто процентов это очень надежный бизнес куда можно вкладывать свои активы понятна мысль да я хочу вам сейчас мне под загрузится но обратите внимание на скрине я туда специально выложила ссылку есть группа вконтакте которая публикует все новости по поводу комсы и и новости и все можно почитать и видео и белую бумагу все можно там посмотреть сейчас немножко под загрузится я не знаю может быть вы видите я еще пока не вижу картинку я хочу вам озвучить зайдите на эту группу посмотрите вот в каком слэш комса айсио хочу зачитать значит регулятор японии разрешил проводить айсио только через approved systems такие как комса то есть помните да сентябрь октябрь семнадцатого года когда регуляторы запрещали айсио потом разрешали так вот в японии можно только через вот подобные площадки хочу еще зачитать такую вещь для тех кому наверно мелко вот с этой группы вконтакте как раз выдержка многие много айсио грядет на платформе комса в этом году восемнадцатом не стоит переживать из-за отсутствия новостей на данном этапе из сообщений от руководителей проекта в социальных сетях следует что все анонсы тщательно готовятся и требуют проверки со стороны регулятора много компаний изъявили желание провести айсио на платформе комса в этом году но прежде чем это сделать требуется одобрение японского регулятора фсс такой пристальный контроль со стороны регуляторов ожидается не только в японии япония одна из первых стран которые начали регулировать данное направление в законодательном поле прежде чем сделать анонс новых айсио или другие объявления следует все согласовать вот с этим регулятором фсс и отсюда и такие задержки после урегулирования всех юридических вопросов айсио будут упорядочены и о них сообщат а 3 февраля восемнадцатого года было объявление о том что комса началась подготовка к тому чтобы вот эта площадка стала бизнес платформы платформы для айсио в соответствии с законом плат а платежных услугах японии но это вот очень круто ребят и когда я вам говорила о том чем занимается миша гранит вот это он ищет подобные проекты поэтому когда такого уровня проекта выходит на блокчейн и ну или вообще подобного подобные проекты выходит такого масштаба выходит на блокчейн наверное мы делаем выводы о перспективности и самого проекта дальше по поводу вичат вы не знаете что это такое я вас просто прошу помониторьте новости загуглите дополнительную информацию очень интересный 5 свой google класс прямо обещаю выложу сегодня не будем в рамках вебинара об этом говорить скажу только то что по капитализации это шестая в мире компания и одновременно это самый популярный мессенджер в мире и то что вы о нем не знаете это не значит что он не популярен рынок азии очень огромен количество людей в азии тоже очень велико а там они все пользуются этим вичатом 900 миллионов пользователей ребят это очень серьезная цифра и если эти все 900 миллионов начнут друг другу посылать криптовалюту цен это не только говорит о том что бизнес проекта нам стабилен но и отразиться на росте токена на на росте цены токена зем он самый популярный в использовании потому что там все 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 как я уже сказала приложение в одном месте платежные системы и контакты и огромные экосистемы которая позволяет там и скидки получаете ну вообще все такси заказывать но все что нужно для жизни все в одном приложении находится представляете я тут картинки немножко вам поставь поставила да то есть как это все выглядит логотипчик у всех продавцов вывешен этот qr-код у всех можно все что угодно через него купить это платформа по количеству транзакций обогнала alipay и это говорит о том что это огромный рынок cashless то есть это рынок без наличных денег получается что фиат он просто перетекает с огромной скоростью вот в этот вот цифровой мир то есть все движется к тому и это только начало началось оно с азии это будет повсеместно во всем мире конечно происходить и когда такая система становится первой в мире мы понимаем о серьезность серьезных перспективах да еще раз хочу заострить внимание на том что нем молодцы почему потому что многие хотели внедрить но команда разработчиков сделала это первое и очень удачно и заявила об этом значит на фоне этой новости курс взлетел и если сравнивать значит вичат например с telegram мы же все мониторим еще новости по павлу дурову да по его блокчейну тон и монете грамм то можно сделать такой вывод telegram он во первых моложе чем вичат вичат давно уже появился на рынке по количеству пользователей telegram 10 раз меньше у telegram и есть свои особенности и плюсы telegram позволяет создавать ботов и по архитектуре блокчейн тон будет немножко другой но какой он будет по факту мы не знаем мы ожидаем только нормальный какой-то road map а то от дурова да для того чтобы вы посмотрели да там тоже будет мощная реализация но вичат уже работает а telegram еще не быть не монетизирован хотя telegram тоже будет платежной системой тоже очень высокоскоростной пропускной мульти криптовалютной и и просто мульти мультивалютной и мульти криптовалютной то есть там тоже будут различные функции да просто мы еще пока не можем достоверно сравнивать telegram и вичат потому что мы не знаем он еще не запустился а вичат уже есть это картинка как пример в каком виде у них там прибиты эти qr коды на заборе в китае дальше значит какие крупные проекты на блокчейне NEM мы поговорили о это цифровой банк реализованный на блокчейне NEM и вот этот проект это тоже стартап с функциями банка полностью но у него зал значит второй квартал восемнадцатого года мы обязательно мониторим новости по этому проекту но основное что в нем заложено это как раз вот эта банковская биржа обменная которая будет запущена во втором квартале и она позволит она будет поддерживать и биткоины эфириум и NEM и DASH и некоторые другие криптовалюты и самые все токены которые выпущены вот на эфириуме ERC 20 да и все токены которые будут выпущены на блокчейне NEM и там можно будет производить обмен как за криптовалюту так я так поняла что фиат там тоже будет присутствовать ага дошли до очень крутого проекта я хочу прямо на нем остановиться поподробнее потому что меня лично это очень сильно интересует смотрите как вы знаете есть огромный рынок акций есть акции которые не доступны для для обычных пользователей ну предположим вот ребят скажите вы бы хотели быть владельцем акций Apple или там Facebook или каких-то таких вообще навороченных компаний вот напишите мне хотели бы владеть этими акциями вот я бы хотела и и дело в том что дело в том что это нереально с нашими деньгами нашими возможностями это очень дорогой как бы заход на рынок надо владеть большими деньгами чтобы на этот рынок вообще попасть что предлагает проект Zeus это некий мост между глобальным финансовым рынком и крипто платформой о чем идет речь блокчейн позволяет токенизировать как я уже говорила любую ценность конечно хотим и любую собственность вот теперь слушайте внимательно у вас есть такой шанс появляется теперь наконец-то владеть одной акции или частью акции какой-то очень крутой ведущей компании и не только владеть этой акции да в токенизированном виде но и получать все плюшки и бонусы от от того что дает вам эта акция смотрите блокчейн nm позволяет токенизировать любой актив это может быть токенизация акций фиатных денег леса нефти золото чего угодно любой ну там что чего угодно значит Zeus представляет собой некий с одной стороны как бы депозитарий да и и биржу одновременно то есть какой механизм есть собственник акций который ну как сказать собственник акций он или там эмитент акций скажем так есть эмитент акций который кладет эти акции в депозитарий на блокчейне nm эти акции токенизируются и могут частями в токенизированном виде продаваться уже на крипто бирже и все это на блокчейне то есть помните мы когда с вами говорили вообще о смарт контрактах о токенах и о токенизации активах мы с вами рассматривали вариант что государство сейчас идет к тому и бизнес чтобы токенизировать то вот мы рассматривали недвижимость например можно токенизировать эрмитаж и когда он будет токенизирован каждый желающий может купить там кусочек эрмитажа себе там в токенах да или там кремля или там какой то я не знаю там газпром башни или ну чего то такого такого дорогого актива голубых фишек каких-то да которые приносят бешеные дивиденды здесь та же самая фишка собственно но мы сейчас рассматриваем с вами него не наши с вами возможности а что позволяет делать блокчейн платформа нем и вот эта технология вот она позволяет токенизировать любой актив и создает для этого инфраструктуру и что еще и это все как бы как сказать то ну получается это как бы вписано в протокол что ли да то есть для для всех участников это не заморочно одним словом но дает огромные возможности и для простых юзеров и для бизнеса это все вы можете изучить уже вот глубоко самостоятельно я вам сейчас даю просто направление куда смотреть но по поводу зеуса меня конечно это очень сильно заинтересовало и когда я зашла на этот сайт мне захотелось прям вам вот картинкой дать у них вот на главные страницы сайта зеуса вот так вот она выглядит на черном фоне у них есть попунктное объяснение как это работает а вообще с точки зрения и глобальных процессов это о чем все говорит то есть у у нас есть рынок азиатский он уже очень сильно активный в плане криптовалютного направления да и они в азии не могут владеть вот этими акциями голубых фишек вот этих дорогих компаний которые принадлежат например американским корпорациям так вот этот зеус он позволяет ну там грубо говоря тем же азиатам владеть только в токенизированном виде но и любому участнику и нам соответственно позволяет то есть я имею ввиду что здесь идет как бы перетекание капиталов распределения с вот этим миром цифровых технологий получается убираются границы национальные государств идет какие-то вот трансграничные по перетоке капиталов и расширяются возможности по владению той или иной ценности по распоряжению той или иной ценности но вообще очень интересно сейчас давайте почитаем вот эти шаги потому что мне кажется что часть из вас читать самостоятельно не будет а я бы хотела это озвучить я частями выделила там буквально семь пунктов по моему что именно предлагает зеус первый шаг не вижу сейчас загрузится первый шаг в инвестиционный портфель зеус попадают акции крупных стабильных компаний по цене не менее пяти долларов за штуку а капитализации самой компании должна составлять капитализация самой компании должна составлять не менее 1 миллиарда долларов то есть речь идет о крупных компаниях второе владелец акций соглашается заморозить свои активы на заданное время в системе зеус он продолжает получать традиционные дивиденды своих активов но такое а но также начинает получать процент с дневного оборота торговой площадки зеус дальше интересно у меня терпения не хватает и тогда значит реальная акция я предполагаю дробиться на кратное количество более мелких крипто акций что делает их доступным по цене практически любому инвестору в мире это то о чем я сказала крипто акции можно назвать аватарами реальных акций они подкреплены надежностью компании которая выпустила изначальную ценную бумагу и делают нас виртуальным акционером этой компании в крипто реальности зеус аватар пришел в нашу жизнь жалко что у вас нет микрофонов а то пока загружаются слайды я бы послушала что вы думаете по этому поводу крипто трейдеры получают возможность за криптовалюту покупать и продавать крипто акции на бирже по классической биржевой схеме зарабатывая на росте и снижение цены крипто акций стоимость которых коррелирует с ценой за депонированной реальной акции то есть таким образом перекоса никакого не будет понимаете да цена примерно будет та же самая или не примерно или даже та же самая и шестой шаг чем больше крипто акций куплено тем точнее их цена коррелирует с ценой изначальной акции на реальной бирже таким образом после наполнения платформы крипто трейдерами и повышения спроса на крипто акции а спрос однозначно будет расти зеус становится зеркальным отражением биржевых процессов реального мира ребят вы понимаете да а каких проектах идет здесь речь и когда мне говорят о том что нем сырой проект недоработанный слушайте но а назовите мне не сырой проект назовите мне проект у которого нет вообще который идеальный что биткоин у нас идеальный или эфириум или или какие еще варианты может быть вы их саши ивановы идеальная платформа любой из проектов имеет перспективы технологичных проектов да и имеет свои недостатки например возьмем проект это ну вот этот иос интернет вещей ну идея крутая но только я не вижу честно говоря у нас интернета вещей еще пока то есть идея немного опережает реальность да ну хотя ну идея сама по себе наверное хорошая единственная фишка тут скажем так в безопасности заключается но опять таки это все будет реализовано с выходом версии катапульт я здесь вам дала гиперссылку то я не знаю может быть вы сами помониторите да зайдите на канал того же Миши Гранина а или нет не на его канале я искала ну короче говоря в январе 25 января 18 года совсем недавно произошло конечно неприятное событие связанное с НЭМом дело в том что коинчек биржа это наверное самая популярная биржа в Японии и команда хорошая и в общем то представители НЭМ и команды биржи коинчек в плотном сотрудничестве были после вот этого происшествия что было сделано хакеры сняли более 500 миллионов ГЗМ с кошельков пользователей но там деньги были часть деньги пользователей часть деньги самой биржи и потери составили полмиллиарда долларов биржа сама не ну то есть у биржи на счетах не было такой суммы чтобы покрыть потери и это конечно нанесло очень большой урон как по репутации самой биржи так и по репутации НЭМа и вопрос вот как раз вице-президент НЭМ фундейшн вот Джефф Макдональд в интервью которое я вот вам хотела предложить жилкая слуха не сохранила надо было в чат он как раз объясняет это а вот теперь давайте вспомним вот эту ситуацию с ДАО когда хакеры увели деньги из ДАО и когда произошло разделение веток и появился у нас эфириум классик и эфириум тогда произошел хардфорк в этой ситуации руководство категорически сказалось что они будут против то есть они сделали все возможное они отследили и продолжают отслеживать движение денег на какие счета ушли эти деньги ставят метки но хардфорк они делать не согласились изначально и делать не будут и вот правильно это или неправильно с точки зрения пользователей конечно жалко обидно да потерять деньги и когда я вас спрашивала правильно ли тогда сделал Виталик Бутерин многие сказали правильно а в данной ситуации получается неправильно что ли но они не вмешиваются в блокчейн они не делают вилку они во многом говорят о том что биржа сама виновата потому что можно было там дело в том что есть холодный кошелек и горячий кошелек да и конечно средства во первых надо дифференцировать и нельзя хранить все средства на горячих кошельках нельзя доверять настолько бирже хранить средства там все да все яйца в одной корзине на одной бирже скрывают и это такой вопрос который будет все время решаться биржи будут постоянно повышать уровень безопасности а хакеры будут постоянно как бы идти и ну как бы пытаться взломать этот барьер то есть это игра которая нескончаемая и это надо понимать но в версии катапульт там будет заложена определенная трехфакторная там такая защита защита и вот этот вот вариант мультиподписей который не позволил бы по крайней мере увести все деньги с биржи ну интересно такое интервью посмотрите это вот наверное единственный момент точнее два момента которые мне не очень нравится что связано с немом но это пользовательские моменты это мне непонятно и не очень удобно как пользователю что она не торгуется на бинансе ну это ладно скажем так да ну вот как для меня лично это очень такой серьезный момент я бы мне просто неудобно по разным биржам ходить и получается так что бинанс я очень люблю а там этой монетки нет ну и вопрос хранения получается он был с уязвимостями да и вопрос загрузки кошелька вопроски вот у вопрос уязвимости самого кошелька вот он решался и в принципе я ждала как раз вот этих вот релизов восемнадцатого года чтобы понять на каком кошельке хранить нем на холодном или там на какой-то легкой версии и так далее вот собственно все что я вам хотела рассказать про эту монету и про технологию нем теперь вопрос как быть с вирексом на вирексе можете хранить вирекс хороший стартап надежный единственное что соблюдайте правила инвестирования как я говорю нельзя хранить ну или там распределять все деньги в одну корзину это такой мир инвестиций где все равно нужно дифференцировать ваши риски но с точки зрения вирекса я я доверяю вирексу мне нравится эта платформа и я знаю ребята делают максимум что могут в плане безопасности но вы же понимаете есть моменты форс-мажорные да когда одно дело есть намерение а другое дело есть обстоятельства вот от обстоятельств никто не застрахован как говорится на сто процентов но не хотелось бы об этом думать роатмэп что такое это дорожная карта Дмитрий Медведев очень любит это слово произносить дорожная карта ну карта по которой они пойдут развиваться и мы это отслеживаем на открытых ресурсах все это выложено все компании выкладывают есть календарь событий и мы смотрим эту новостную ленту про криптономикс конечно известно а что вас интересует конкретно я являюсь партнером криптономикс криптономикс это компания которая принадлежит Николаю Евдокимову Николай Евдокимов у него два направления одно направление ICO бокс занимается как раз сопровождением стартапов полностью разработкой вот он конкретно занимается разработкой математико-экономической модели как будет вести себя токен как он будет себя вести как стержневой элемент того или иного бизнеса и его команда специалистов и маркетологи и юристы и технические специалисты они оформляют бизнес идею за очень большие деньги это самая дорогая компания на рынке по упаковке стартапов и сопровождают их до листинга и продолжают сопровождать их какое-то время после компания криптономикс это фонд который открыл свои возможности для входа частным инвесторам в размере 25% от бюджета фондирования стартапов и предлагает войти частным инвесторам фонд имеет несколько стратегий в данный момент насколько я знаю открыт второй портфель но он скоро закроется насколько мне известно то есть можно еще пока туда попробовать попасть но вышли вот недавно поскольку компания зарегистрирована в Соединенных Штатах и сам Николай Евдокимов живет в Сан-Франциско и очень многие компании стартапы которые с которыми они работают они не русскоговорящие они тоже с рынка американского там есть комитет по ценным бумагам который очень строго следит за тем чтобы токен который заявлен не попадал под регулирование рынка ценных бумаг и если он обнаружит такое нарушение будут очень большие штрафы и вот этот комитет он все время там какие-то регуляторные вещи выпускает и компания криптономикс вот недавно соответственно в соответствии с этими требованиями запросила в обязательном порядке всех участников пройти верификацию для того чтобы потом в дальнейшем подтверждать свое право на владение токенами и так далее действительно ли такая большая доходность да действительно рынок ICO это действительно очень высокодоходный рынок эти статистические данные можно можно проверить потому что есть площадка coinmarketcap и другие статистические площадки которые дают нам данные можно посидеть и посмотреть с момента выхода токена какая доходность да получилось за тот или иной период мы с вами периодически говорим про эти цифры например токен NEMO тоже когда-то был на самом нуле и за два года он увеличился в пять раз есть токены которые увеличились в десятки раз и ту доходность которую заявляет cryptonomics она основана на статистических данных они говорят о доходности средней в 6300 процентов в фиате в долларах или 700 процентов в биткоинах годовых шикарная шикарная лекция не подскажете ли есть ли лекции вообще для чайников которые пару недель назад услышали о криптовалютах я как раз этим курсом и ну как помогаю людям которые только-только в это погружаются просто если вы только-только входите в тему так сказать въезжайте вам желательно посмотреть вот мои записи вебинаров с самого начала мы говорили уже о биткоине биткоин кэш эфириум эфириум классик рипл доги коин вот сегодня говорим о нейме то есть мы идем по монеткам которые есть в кошельке вирекс мои записи я выкладываю в google класс google класс это такая ну как сказать возможность у кого есть браузер google chrome у вас есть почта google вы можете мне ее прислать я в чате выше дала свою онлайн визитку вы мне можете в личке найти прислать вашу почту google мне и я вас добавлю как участника в этот google класс для чего я это сделала в первую очередь для своего удобства ну и для вашего тоже потому что чтобы информации много разбросано по интернету и не только мои лекции но я например еще какие-то интересные видео какие-то вот значимые стоящие новости по той или иной монете и я их стараюсь систематизировать и прикреплять к тем видео лекциям тематически чтобы мы могли посмотреть лекцию и посмотреть ниже новости которые идут по той или иной монете вот и это бесплатно это доступно пожалуйста пользуйтесь я все равно пользуюсь это делаю для себя да ну для своих партнеров ну и вообще для всех пожалуйста мне не жалко присылайте почту я вас добавлю сколько вы уже в теме если у вас образование мое образование это высшее экономическое я специалист по ценам бумагам с нулевым опытом работы ни разу я не работала на рынке ценных бумаг хотя я знаю что это такое что такое фьючерсы другие деривативы и так далее но у меня как то вот рынок и фиатных денег ценных бумаг не очень вот ну не то что не очень приличает но как то так получилось что у меня не было опыта работа а крипто темы я первый мой биткоин я купила в мае семнадцатого года очень заинтересовалась идеей вообще вот децентрализации идеи блокчейна как распределенной базы данных которые можно действительно понимаете это так же как нож ножом можно либо резать а можно кому то урон причинить так же и здесь сама технология блокчейн который принес с собой биткоин это революционная технология которая не то что поменяет она уже меняет мир это просто ощущает человек тот или иной в зависимости от того где он проживает например японцы в японии там где в стране где на каждом углу принимают биткоин к оплате или там в китае где больше всего майнинговых пулов они уже это ощущают на себе сполна мы немножечко как бы в россии может быть где то отстаем и для меня честно говоря шоком является там некоторое интервью с очень известными людьми когда у них журналисты спрашивают а что такое биткоин или что такое криптовалюта и наши звезды например делают большие глаза и не понимают что это такое я считаю что в мире в котором мы сейчас живем мир который движется к цифровым технологиям нравится нам это или не нравится это факт и стыдно об этом не знать потому что если ты проинформирован ты вооружен и ты знаешь что с этим делать и потом ведь можно на это посмотреть и по другому можно посмотреть и с точки зрения какой-то честности справедливости распределенности что касается даже тех же подтверждений в суде да если суды будут принимать какие-то факты не будет подлога или там какие-то варианты с голосованием не будет так же подлога или коррупция в тех или иных вещах мы как потребители повысим свой уровень потому что мы будем доверять не людям сторонним организациям а блокчейну если мы сможем как потребитель да вы хотите купить машину поддержанный автомобиль например и блокчейн вам может позволить если какая-то организация воспользуется этим и загрузит вместе с государством государственными органами например всю информацию блокчейна тех или иных там автотранспортных средствах и покупатель будет уверен что машина имеет чистую историю или это будет взаимосвязано например с каким-то честностью и порядке наследования или опять-таки владения каким-то дорогим имуществом или вот мы затрагивали рынок лакшери рынок роскоши или мы говорим о ну опять-таки да о каких-то прогнозах или отзывах людей например вы ездите по миру и я знаю что есть такие стартапы которые на блокчейне эфириум уже они вышли эти стартапы они уже как бы реализованы вы можете погрузить те или иные отзывы о той или иной гостинице кафе или где вы там употребляли услугу ту или иную и когда у вас это не просто сайт централизованный который хочет убрал информацию хочет добавил хочет убрал комментарии хочет добавил там платные а когда вы загрузили информацию и она уже никуда не делась оттуда да у вас есть как у потребителей доверие к той или иной услуге это все может повысить качество нашей жизни кроме того вот что касается криптономикс мне очень тоже нравится подход Николая Евдокимова к тем проектам которые ну с которыми он работает потому что он изначально не работает с проектами ну которые не заслуживают внимания или в которых он не видит ну не видит такой вот идеи которая действительно очень нужна и она будет подхвачена не только узким кругом да но и большим сообществом например мы говорим о таких вещах как бы из медицинской сферы или даже не из медицинской сферы а вот предположим производителя например какого-то там мыла стирального порошка крупные холдинги они проводят исследования и опросы делают да потребителей то есть им нужно собирать данные как можно больше как та или иная категория с такими или иными заболеваниями с такой или иной наследственностью может отрегулировать на то на такое то или иное вещество например и так далее и вот один из проектов с которыми они работают это как раз проект очень плотно связанный с данными который человек как пользователь может предоставить в блокчейн вот этой компании и например вы предоставляете какие-то свои стандартные данные вы получаете там сколько-то поинтов сколько-то баллов да и вам начисляется ну такое-то количество токенов которые можно монетизировать в доллары предположим но если вы добавляете к стандартной порции данных например какие-то дополнительные данные например вы сдали какой-то анализ крови или вы подтвердили какое-то медицинское обследование то за дополнительные там три поинта вы можете получить такую же сумму как за стандартный пакет и так далее и вот на самом деле это очень ну это действительно повысит уровень и качество жизни людей если это внедрится повсеместно но у каждой медали две стороны мы не будем сейчас говорить о негативных каких-то что многие люди говорят ну вот как же так все у нас настолько технологии проникают все роботизировано и токенизировано и вообще уже скорее человек там да есть такие вещи как форсайты и если вы знаете проводятся определенные исследования там раз в какое-то время когда было проведено исследование 20 лет назад которое сейчас как раз подтверждает их прогноз о том что человек ну это будет связано может быть в некоторой степени с проблемами перенаселения на земле что он будет настолько жить в виртуальном мире что ему по сути не нужно будет ездить по миру или там жить в шикарных квартирах или в удобствах а он просто будет там находиться в каких-то трущевых но программное обеспечение которым он будет пользоваться у него будут очки виртуальной реальности и так далее и он будет себя представлять самым красивым самым умным самым звездным сидеть там на пляже или где-то там под пальмами на белом песке а на самом деле может быть крысы будут рядом бегать его видеть не будет то есть такие прогнозы тоже есть что мир как бы катится вот то и это негативная сторона но мы с вами ничего поделать не можем и мы выполняем задачу всего лишь в рамках этой вебинарной комнаты мы рассматриваем монеты для того чтобы мы поняли инвестиционную привлекательность той и иной монеты да и просто попробовали повысить наш уровень жизни и решить несколько задач приумножить свой капитал как минимум сохранить свой капитал узнать что-то новое с пользовательской точки зрения не отстать от современных технологий быть на гребне волны убедиться в профессионализме команды вирекс хорошей очень подборке монет которые они предоставляют потому что разбирая монеты мы с вами убеждаемся в том что в общем то они не предлагают к рассмотрению какие-то незначимые монеты незначимые токены все токены по-своему интересны какие крупные экосистемы уже действуют а я не очень поняла вопрос что значит действуют экосистемы вот мы говорим о Вичат это тоже экосистема которая уже действует уже работает на рынке Азии наша страна очень сильно отстает от этого потому что если мы от мегаполисов удалимся хотя бы километров на сто то у нас не то что интернета у нас обычных условий коммунальных иногда нет поэтому с нашей страной вообще отдельное какое-то решение тут да ну возможно и у нас тоже сделают такую систему что ну посмотрите многофункциональные центры создаются идет слияние и формирование единой базы данных для и регуляторов и госучреждений все идет к тому чтобы для обычного человека как бы и защитить его с одной стороны да но речь идет о какой-то прозрачности о предоставлении данных о фиксировании там ну просто чем почему я заинтересовалась криптовалютой потому что одно дело сбор данных а другое дело чтобы эти данные не ушли куда-то на черный рынок да то есть я готова например как пользователь для соблюдения честности предоставить данные но при этом блокчейн он что позволяет он нам позволяет он нам дает безопасность прозрачность в некотором смысле приватность да и так далее поэтому вот с такой точки зрения я согласна с другой точки зрения отдавать свои данные каким-то централизованным системам я наверное здесь бы поспорила не у нас кроме в вичат за той или иной монетой если это монета ну не монета сама да как токен а проект который имеет токен в качестве внутренней платежной системы и которая является стержневым если это крупный проект команда за которой стоят команда криптографов больших инвесторов мы вообще есть такой термин экосистема монета дэш есть экосистема дэш монета зоткэш есть экосистема зоткэш это даже если вы зайдете на официальный сайт сделайте перевод у вас вот так вот оно и переведется как экосистема в плане инфраструктура того или иного проекта что он предоставляет сейчас я посмотрю какие еще вопросы были ребят я еще хочу сказать что если знаете так бывает вы задаете вопрос я его или просматриваю или он до меня не доходит и получается что я вас оставляю как бы без ответа чтобы такого не было в начале сам поднимитесь начало чата я там дала ссылку на google документ вы там можете ваш вопрос прописать я его обязательно посмотрю и в каких-то видео своих встречах я обязательно его мимо не пройду рассмотрю так все я вижу вопросов больше нет так что еще раз дорогие женщины поздравляю вас с праздником с 8 марта желаю вам чтобы этот год принес вам очень много счастья изменений в вашей жизни исполнения ваших мечт будьте красивыми любимыми счастливыми ну и самодостаточными тоже всех благодарю за внимание если появятся какие-то изменения в расписании я дам знать на своих ресурсах у меня основной ресурс это канал в телеграме где я даю все анонсы поэтому пожалуйста мониторьте ну а так сейчас пока без изменений единственный вопрос какую монету будем рассматривать в следующий раз мне как скажете то и будем смотреть а вот вы у меня и спрашиваете ну так вы предложите какую вы монету хотите на то и остановимся диджибайт вы хотите ну давайте Леночка мы идем по монетам которые в кошельке вирекс диджибайт хорошо давайте их все тогда ребята я прощаюсь с вами спасибо 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 все до свидания пока 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 пока